Друзья всем привет как вы видите опять я разобрал сверлильный станочек сегодня я хочу заняться чем-то полезным пока я не могу заниматься плавильней я заказал мне идут алмазные пластины сегодня хочу усовершенствовать шпиндель сверлильного станочка точнее я хочу убрать биение на нем попробовать своими силами шлифануть укороченный конус b18 так уж сошлись звезды что пиноль токарного станка и пиноль сверлильного станка абсолютно совпадает по размеру по диаметру так что место крепления у меня уже есть получается объем сегодня двух зайцев сразу сделаю заодно ревизию и чистку задней бабки покажу подробно как все разбирается и первым делом мне необходимо выставить малую продольную на необходимый угол который будет соответствовать укороченному конусу b18 для этого в задней бабки я креплю точно такой же конус чтобы выставить угол очень точно нам не обойтись без индикаторной стойки установил индикатор на конус и при движении малой продольной сейчас вам будет видно что стрелка отклоняется на несколько соток по всей длине конуса таким образом нужно еще мне изменить немножко угол и добиться такого положения такого угла чтобы стрелка вообще не отклонялась вроде получилось и еще раз проверяем прогоняем по всей длине конуса индикатор все отлично как вы видите стрелка даже не шелохнулась чтобы проверить не залипли индикатор можно слегка надавить на конус и видно что очень чувствительный индикатор все работает приступаю к разборке задней бабки первым делом на пиноле нужно выбить два конусных стифта далее нужно снять нижнюю направляющую или как правильно она называется точно не знаю откручиваем гайку и она снимается имеет вот такой вид также вытаскиваем шайбу откручиваем гайку которая держит штурвал теперь можно свободно выкрутить ходовой винт со штурвалом пиноль начала ходить свободно и двигаться рукой но пока вытащить ее невозможно последнее что нужно сделать вытащить гайку которая запрессована вот здесь внутри которая и не дает вытащиться пиноли в которую вкручивается ходовой винт в гайке есть резьба можно вкрутить болт правильнее было бы вкрутить обратный молоток с такой резьбой можно было бы изготовить но можно обойтись и просто болтом и уже вот так вот сверху аккуратненько выбивая можно вытащить гайку и вот она уже самая гайка вытащить ее отсюда пока невозможно нужно полностью вот здесь разбирать заднюю бабку но я этого делать не хочу потому что она у меня выставлена прочищу так теперь ничего не мешает снять пиноль по там где на задней бабке масленка на пиноле прорезь и здесь собирается вся грязь вы видите а в этой прорези ходит гайка прочистил пиноль внутри а теперь можно вставить пиноль сверлильного диаметр это это и пиноли 50 миллиметров оба на вот эта красота перед шлифовкой чтобы она не сместилась ее также можно зафиксировать эксцентриком придавать вращение шпинделю я планирую с помощью токарного буду брать вращение с ходового винта чтобы ничего уже дополнительно не делать есть узел с подшипниками и шкивом он будет одеваться сюда не хватает только переходной втулки так как диаметра подшипников 52 миллиметра а здесь 50 с одной стороны втулка будет одеваться на подшипники и заходить в заднюю бабку оба еще раз хочу сказать огромное спасибо компании купрум за поддержку канала за предоставленные кругляк друзья если вам нужен будет цветной металлопрокат ссылочка где заказать я оставлю в описании компания купрум кругляк листы пожалуйста заказывайте d16t латунь бронза можно отрезать небольшое количество доставка по всей россии также для вас будет скидочка на резку по промокоду олег певцов и Переходная втулка готова, шкив я перевернул, теперь подшипниковый узел с другой стороны, потому что он у меня не помещался возле бабки по габаритам. Ну что в принципе готово, осталось дело за малым, нужно найти мне ремешок. У себя ремня такого размера я не нашел, тратить время ехать искать я не хочу, поэтому вышел из положения с помощью резинок обычных канцелярских, просто их нужно немножко больше. Смотрим. Друзья, показываю вам биение, сейчас оно составляет где-то полторы сотки. Я признаюсь, я уже шлифовал шпиндель и после того как у меня удачно получилось, я решил вам показать все с самого начала. Все собрал, заднюю бабку и поэтапно каждое действие вам показывал. Посмотрим удастся ли мне еще улучшить этот показатель и опять в деле мой маленький помощник, куда же без него. Изначально биение составляло примерно 5 соток, когда стоял патрон в принципе это было приемлемо, а вот когда я ставил большую коронку, то это уже становилось очень заметно и шли большие вибрации. Поэтому я принял решение произвести такую работу. Поехали, как я подружил фрезер и токарный, подсказка вверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, друзья, готово. Сейчас будем проверять. Стрелка колеблется, но гораздо меньше сотки. Где-то полсотки. Сейчас покажу вблизи. Я считаю отличный результат. Не знаю точно, какой здесь должен быть допуск. Думаю, у меня все получилось. Ребята, кто хоть раз восстанавливал свой конус, от меня огромный вам респект. Я очень доволен. Запускаем. Великолепно. Кстати, друзья, хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, переделал хвостовик коронки. Я сделал конус на резьбе. То есть укороченный конус. И сразу на него накручивается коронка. И для сравнения, посмотрите, какой раньше был огромный вылет. И из-за него тоже, кстати, было лишнее вибрации и биение. А теперь у меня эта державка будет для таких коронок. То есть следующая коронка сюда также на резьбе будет накручиваться. Еще хотел обратить ваше внимание по просьбе трудящихся. Я перевернул электрическую коробку наоборот. И теперь здесь не видно провода. Ну, эстетика. Вот так теперь крутится короночка. Гораздо-гораздо лучше. Есть, конечно, еще вибрация. Но это уже огрешки токарки. Потому что делал все за несколько операций. А так превосходно. Сегодня я получил новый навык. Надеюсь, и вам видео понравилось. Было полезно и хоть немножко подняло настроение. Друзья, без вашей поддержки сейчас мне очень туго. Все вы знаете, нет монетизации у нас на ютюбе сейчас. Так что если вам нравится мое творчество и вы захотите поддержать меня, я под каждым видео оставляю удобные для вас ссылочки. Ну а на сегодня у меня все. В следующем видео мы будем уже двумя коронками сырыли шамотный кирпич. Делать облицовку для плавильни. Продолжим, осталось в принципе немного. Всем пока, ребята. Скоро увидимся.